всем привет с вами кирилла вы на канале кирилл гей мы сегодня мы играем в малочку на сервис холиплей первый сервис кирилл пудбуль не забывайте вводить по ник при инстанции и также не забывайте вводить мой промокод кирилл гей пишите капса вместе как только вы достигнете 5 уровня получите 50 тысяч как только вы достигнете 10 уровню получите 100000 то есть в общей сумме вы получите 150 тысяч поэтому обязательно вводите мой промокод он будет в описании ну что ж думаю вы знаете что сегодня будет мы сегодня будем встретить новое обновление от 13 числа которая вышла буквально вчера получается сегодня 14 если я не ошибаюсь либо 13 я точно не помню ладно не важно короче вышло реально большое обновление на видосик выйдет на минут десять скорее всего я попытаюсь вам подробные компакты все показать ну что ж погнали минуточку внимания хочу поставим бизнес нашей семье наш бизнес это спортзал в городе разомас находится он недалеко от банка разомаса и недалеко от перекрестка также его можно найти легко gps пишите gps 6 раздел и 21 бизнес вот китан кирилл гейм и туда приезжаете тренируйтесь то здесь можно изучить здесь можно изучить все стили боя спарта кунг-фу кикбоксинг и удар с торгтя если вы выучите все стили боя вы сможете легко давать пюлелей другим игрокам но самое лучшее из них это кикбоксинг либо удар с торгом нашем спортзале отличные ринге можно драться на деньги также есть много тренажеров а бирля приходите именно в наш спортзал вход конечно же бесплатный и так добавили новые особняки для семей их добавили несколько штук получается один в южном и 3 в батырево мы сейчас находимся там где особняк в южном думаю смысла показывать все нету потому что ну они одинаковые по сути и разницы в них особого нет по-моему они дороже чем обычно особняки вот эти отдельные если я не ошибаюсь в принципе так они стоят 90 миллионов пацаны они стоят 90 миллионов а вот я наш она особняки стоят по 30 миллионов у меня там есть особняки 3 штук на не в курсе а здесь он стоит 90 миллионов 90 я не понимаю почему так дорого на самом деле давайте посмотрим интерьер брать интерьер такой же в принципе наверное он стоит столько из-за того что он находится отдельно от всех особняков типа такой особенный уникальный но как бы все то же самое здесь есть как и в обычных особняках за 30 миллионов поэтому это есть смысл покупать тем кто там семяка это мажорская пиздец им некуда бабки девать они могут купить этот особняк за 90 миллионов у них также есть свой вертолет в принципе и так далее как бы уникальность этого особняка в том что он отдельно от всех как и в батырева есть пару особняков в принципе поэтому смысл их показывать я думаю тоже нету я думаю это все понятно также если что за шахты ближе к арзамасу добавили тоже много там особняков я не знаю сколько они стоят наверно тоже по 30 миллионов потому что их там тоже кучкой поставили если что поэтому имейте ввиду я просто не вижу смысла это показывает я думаю вы так все знаете и поймете также добавлю такую тему то что если игрок выходит из игры сразу после получения розыска то его автоматически посадят в тюрьму и на и наказывает как при выходе при аресте короче такую тему вели короче сотрудники полиции фсб и армии теперь получают больше патронов при получении оружия а также им нужно меньше времени чтобы получить патроны и оружие второй раз третий раз и так далее при попадании в тюрьму игрок мужского пола будет получать тюремную робу с модпаком обновили некоторые текстовые идеально при разрешении 1920 1080 и логотип еще мы добавили отображение времени под логотипом как в одинак в одиночной игре позже мы обновим все остальные текст здравые а также планируем сделать квадратной версии для игроков у какого данные т.д. отображаются некот некорректно или кто хочет извинить стиль на более строгий но в принципе вот мы видим этот текст здрав вот у нас написано октябрь кстати 14 сегодня число я не знал какое 13 число здесь показано с время видом это изменилось а кстати видите вот баг спид со спидометром том что у кого километраж начинается от 10000 пробег то есть это будет вот такой баг видите км за вот этой строчкой находится как у меня ведь у меня пробег 43000 и пробег находится вот за этой строчкой у меня вот такой бак короче не знаю это наверное исправят потом но все же видите бах такой есть так добавили новый квест азарт получить этот квест можно таксофона на вокзале арзамаса южного и пгт батырева так смотрим давайте взять новое спецзадание с вот и здесь будет азарт что нам нужно сделать поиграть казино 10 раз выиграть казино 10 раз выиграть казино деньги 1 миллион победить цели 10 раз принципе вот такого задания у нас будет ну я думаю любите казино это в самый раз будет вообще покайфуем поэтому выполняйте эти квесты за езду по полям то есть слышь епп теперь автоматически наказывает штрафом на 100000 и деморгана на 30 минут я не знаю это хорошо или плохо потому что ну как бы я понял это сама система садит то есть ты по поле едешь и тебя автоматически садит система но блин и у меня вот например есть монстра монстры тоже теперь будет садить система если да то это довольно таки глупо потому что смысла монстра теперь нету вообще и есть я допустим случайно вылечу там и буду ехать не справлюсь с управлением вылечу вылечу в поле то мне тоже штраф дадут вот это я не знаю продуманная система или нет но нужно будет как-то проверить ее сотрудники фсб и мафии теперь могут с третьего ранга вытаскивать игроков из транспортного средства в том числе и закрытого команда дэдчект вероятность вытащить игрока с первого раза стоп не сто процентов отображение игроков на миникарте стало больше увеличился радиус от цветные ники пропали у игроков из фракции так как большинство проголосовало чтобы их убрали теперь есть команда клист которая доступна администрации сервера и игрокам с вип и в ней они могут выбрать любой цвет какой захотят давайте кстати посмотрим так я прописал команду клист и мы здесь можем выбрать цвет выбор цвет администрация области фсб полиция центральная больница военачаествие рк чеченская мафия русская мафия не bom не больше нравится центральная больница цвет это довольно прикольно что ведь параки могут для себя любой цвет давайте я в принципе я выберу такой цвет. И... А что у нас такой сейчас цвет голубой? Я не понимаю. А ну давайте еще раз я попробую. Клист и, допустим, ну, честная мафия, допустим, да? А, вот. Все, заебись, в принципе. Давайте такими сделаем. Все, погнали дальше. Игрок теперь может отключить OCC-чат. BRBFB. Если он не хочет читать лишнюю информацию, которая не касается роевого процесса. Отключить отображение OCC-чата можно в персональных настройках через команду меню. Ну что ж, давайте пишем команду меню, персональные настройки и давайте выключить отображение. Вот у нас, в принципе, есть. Это выключить показ чата B, выключить показ чата RB и выключить показ чата FB. То есть это B-чат, RB-чат это либо фракция, либо, получается, дальнобойщики, либо работа. Ну, короче, поняли. И FB это семейный чат, в принципе. Ну и также можно выключить показ территории OPG, потому что их изменили. Теперь они не в Рыжевске, потому что Рыжевск убрали, а теперь в Батыриба, в Арзамасе и в Южном. У бизнеса в ряда с пикапом теперь не пишется его название, но это образуется только в текстдрайве, когда игрок встает на пикап. То есть вот, подходите, видите, раньше писал вот здесь название бизнеса. Мне, кстати, так больше нравилось. Но, увы, я это убрали и теперь вы подходите на пикап и пишется название бизнеса. Кстати, а где название бизнеса? Типит в спортзал. Эм, то есть я просто так менял название бизнеса получается? Или что? Видите, они пишут, у меня бизнес называется Титанкий гейм здесь пишется просто тип спортзал а название его не пишется день название я не вижу серьезно где название его нету просто получается просто 500 тысяч потрачены были зря но как-то непродуманная тема короче в автосалоне теперь нельзя купить самый популярный транспорт средства на сервере потому что потому что они просто-напросто кончились ведь они самые популярные их теперь можно приобрести только с рук у других игроков или ждать завоза новой партии в автосалон области блин на самом деле это спорная тема с одной стороны теперь тачки будут цениться намного лучше а с другой стороны блин ты захочешь купить тачку и она будет покупать у чувака за больше деньги чем она стоит в автослоне ну тут два две такие карты знаете и хорошо и плохо на самом деле пишите что вы об этом думаете в комментариях давайте зайдем и посмотрим как же это выглядит вообще так здесь я в автослоне ничего не видел потому что как по мне самая популярная машина это м5 по-моему если я не ошибаюсь и гелик но что гелик можно купить что им пятую верно это со временем будет работать в принципе типа это зависит от игроков как игроки будут о чем ездить и тогда уже я так понял эти машины нельзя будет купить но так сейчас и изменений вообще никаких не вижу вроде бы как любую машину можно купить возможно я ошибаюсь добавлена возможность поцеловать игрока с помощью команды kiss особенно полезная функция учитывая что давно есть система свадеб и церкви ну блин не знаю такая спорная тема на самом деле но давайте посмотрим что у нас есть дальше добавлена система изнасилования вот этого на самом деле странно я такого не такое было уже давно я помню других проектах в принципе но здесь она как-то по-другому сделано смотрите любой игрок с 5 уровня может отшлепать другого игрока но при этом у насильника потратится здоровье система интереса тем что также добавлены болезни которые передаются половым путем из лечения стоит дорого а вероятность заражения составляет 10 процентов насиловать нельзя в зеленой зоне также нельзя это делать слишком часто и быстро игроков свип нельзя насиловать более 10 раз в час ну блять спасибо нахуй конечно бред ну то что это сделали довольно таки прикольно типа в час 10 раз блять ну такой вот из-за такой спорный на самом деле потому что ну мужик мужика ладно там мужик игра котелку но мужик мужика такое себе рафиль кемер булатов привет тебе и кэнни инсайт тебе тоже привет добавлю новая система ежедневных миссий каждый игрок дается три случайных миссий которые он может выполнить за этот день и получить награду игрок гарантируем получают спец очки за которые можно купить улучшение игрока в ну вы поняли в этой команде и случайно от 5 до 25 тысяч рублей или бесплатно рулет но это довольно таки прикольно принципе при заходе на серву вам там пишется команда вы смотрите свои миссии которые вы должны выполнить за день миссии в основном довольно таки простые и не составит труда их выполнить про новые миссии вам напишет при входе до сервы а чтобы посмотреть актуальный список команда дали вот пишем далее купить абонемент в баню нужно сделать купить услуги ремонта механика арендовать вертолет и полететь на нем но в принципе три штуки три раза ты я понял за каждое выполнение ну нормально короче нормальная тема я думаю вот это реально ходно то что не только нужно квест выполнять то и каждый день вам даются разные и интересные миссии это довольно таки круто миссии можно и не выполнять от этого ничего не изменится если что пацаны это так сделано для вас кто хочет выполнять то не хочет не выполнять для дальнобойщика увеличилось время для возврата в фуру с 60 секунд до 120 вот это реально годная тема потому что нужно там за ремкой бывать бегать еще что-то и так далее поэтому это реально круто что сделали больше в два раза получается дома в зоне рублевки получили особый статус коттедж там теперь особый роскошный и уникальный интерьер который имеет только дома на рублевке в доме помимо стандартных комнат и есть два туалета и бассейн дать посмотрим что там за блин интерьер чек принципе давайте зайдем глянем дом закрыт блин а чего нельзя зайти-да вообще можете какой-то открытый дом все таки есть так вот купленный дом есть может быть он кстати открыт и мы в него зайдем посмотрим интерьер так он открыт доунат please давайте посмотрим этот уникальный интерьер, в принципе. Так, для использования гардероба используйте команду. Так, это все понятно. Ну, блин, интерьер довольно-таки классный, не спорю, но покупать его ради этого интерьера я не вижу смысла. Хотя, блин, я бы на самом деле купил его. У меня есть деньги сейчас, чтобы его купить. Но мне все равно нужно мой дом продать. Не знаю, ради интерьера продавать свой дом и покупать здесь, я не знаю, мне кажется, это довольно-таки глупо, но интерьер реально очень классный. Респект мапперу или кто его там делал, в принципе, скриптеру. Блин, ну да, есть бассейн, в принципе, это тоже нормально. Кухонька у нас здесь есть. Ну, а так особо больше ничего нет. Ни второго этажа, ничего. А интерьер не нравится. Мне просто внешне эти дома вообще не нравятся. Мне нравится мой деревянный домик. Если этот дом был бы деревянный, я бы себе его купил. А так, мне он внешне не нравится, и поэтому я его покупать не хочу и тратить на него. Сколько он? Ну, 15 миллионов по-моему он стоит, если я не ошибаюсь. Ну, реально, 15 лямов отдавать за интерьер просто, ну, такое себе, на самом деле. Виталий Шарапа. Сейчас будет в домика побегать. Ну, такое себе. Добавлена новая система по джогу для бизнесов, бизнесменов и мафии. Владелец бизнеса может бороться с мафией, чтобы та вредила бизнесу его конкуренту. Делал лападжог. Таким образом, бизнес не будет работать до приезда МЧС, а потом еще 3 часа. Поджечь один и тот же бизнес можно только один раз в сутки. Если бизнес не работает, соответственно, туда нельзя зайти и он не приносит прибыль как мафии, которые его крышуют, так и владельцы. О поджоге сообщается владельцу бизнеса и мафии, который его контролирует. Если владелец нет на сервере, то при его входе на сервер в сутки можно поджечь максимум 10 бизнесов на мафию. На поджог тратится набор юного пиротехника. Покупается в магазине пиротехники. Бензин покупается канистра на АЗС. И 50 дерева. Покупается на лесопилке. При совершении поджога должно быть минимум 2 игрока. Есть из одной мафии и оба в масках. Покупается в аптеке. Владелец бизнеса может приобрести в улучшении огнетушителей. Вероятность поджога с первого раза снижается в разы. И сигнализация автоматически вызывает МЧС и объявит в розы с подозреваемых. Вот пишем команду бусинес. Короче, вот если что спортзал мой сзади меня стоит. Итак, давайте возьмем. Так, у нас какие-то продуктов надо будет завести. Так, и нажимаем улучшение. Вот здесь есть сигнализация. 100-500 тысяч и огнетушители. Давайте я сейчас закину денег в бизнес и мы это купим. Так, все, я закину денег на бизнес. У нас 760 тысяч есть. Это довольно-таки нормально. Все, изменить. Улучшение бизнеса и покупаем сигнализацию. Давайте покупаем. Теперь ваш бизнес оснащен с реализацией МЧС. Узнают сразу же, если ваш бизнес подожгут. Отлично. Пишем бизнес, улучшение и покупаем у нас огнетушители. Все, я купил. Теперь ваш бизнес оснащен огнетушителями. Вероятность поджога уменьшена. Все, я думаю, это лишнее будет как бы. Добавлена телефонная книга по команде фоны. Можно вызвать меню, в котором игрок может добавить, удалить или изменить контакт. Давайте пропишем фоны, в принципе, и смотрим. Контакты, ну, у меня их нету, я никого не записывал. Потом лидеры, можно номера посмотреть лидеров. Потом, давайте еще глянем. Так, зам лидера, можно посмотреть механики. В принципе, ну, довольно-таки удобнее сделали просто, что можно теперь в меню такого смотреть. Механики также здесь есть и адвокаты. Ну, адвокатов, кстати, лишнюю, я думаю, точно не будет. Ну, вот такая вот команду добавили. Довольно-таки удобно будет добавлять контакты важные там и смотреть лидеров, замов и так далее. Маска теперь действует 10 минут, а до попадания игрока в больницу не по своей воле. До его ареста, нейтрализации, как преступника, сотрудниками полиции или до перехода в игру. Маска скрывает игрока на миникарте и делает некий игрока темнее, чем обычно. Ну, и также исправлено множество багов, которые были. Я думаю, это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok